И горки могут быть вне закона. В Иркутске продолжается ликвидация стихийных горок, ведь многие из них выходят на проезжую часть, а это очень опасно. В Иркутске автоинспекторы нашли уже 13 таких снежных спусков, их засыпали песком. Но даже горкам, которые на первый взгляд кажутся безопасными, могут возникать вопросы. Так в одном из дворов Иркутска могут снести деревянную горку, которую установили несколько лет назад. Теперь выяснилось, что она не соответствует ГОСТам. Что это за требования и гарантируют ли они безопасность катающихся, выяснял сегодня Олег Федоров. Детворе тут не место. Деревянная горка во дворе многоквартирного дома в Иркутске вдруг оказалась неугодным элементом. Жильцы когда-то сами собрали на нее деньги. Установку согласовали с управляющей компанией. А теперь в подъездах жилого комплекса появилось такое объявление. Горку могут демонтировать. Причина – она не соответствует стандартам ГОСТа. Согласно правилам, если горка сделана из дерева, ледяных блоков или их комбинаций, то это уже аттракцион. А он не может быть установлен во дворе. Согласны ли люди с такими требованиями? Безусловно, да, ГОСТа какие-то должны быть, контроль какой-то тоже должен быть. А как вы думаете, кто вот может за этим следить? В каждом МКТ же есть? Мне кажется, Ростехнадзор какой-то должен следить за этим. Вот у нас построили горки, и они достаточно опасные. В том плане, что сама ступенька короткая, то есть когда ты наступаешь ногой, их не посыпают. И сама площадка, на которой садятся дети на ледянку, она тоже небольшого размера. То есть вот это опасно, я считаю. Если бы за ними был должный уход, хотя бы посыпали периодически, то было бы, да, гораздо безопаснее. Так я ребенка одного, но такие горки не отпускаю, мы только вместе. Отслеживать состояние деревянных горок должна специальная комиссия из городской администрации. Еще в 2019 году были приняты особые постановления. Согласно им, если коммерческая горка изо льда свыше 40 сантиметров, а бесплатная более трех метров, то такие объекты считаются аттракционами. Стихийным горкам в этом плане повезло. Их никто не смотрит и не регистрирует. Да и смысл. Упал сам виноват. Впрочем, по мнению юристов, и на сертифицированной горке итог будет тем же. Какого-либо события, которое привело к потере здоровья, будет очень трудно доказать, что виновата именно сама конструкция этой горки. Потому что сертификация, соответствие и есть. Поэтому в данном случае перспективы именно взыскания в судебном порядке каких-либо убытков, ну, очень сложная и глубоко субъективная. Получается, что даже горка по ГОСТу не гарантия безопасного отдыха. Людям нужно самим беспокоиться о своей безопасности. А все работы по созданию зимних забав лучше согласовывать со всеми инстанциями, чтобы потом не пришлось сносить горку. Олег Федоров, Иван Гоголев, Владимир Пинаев. Новости по будням.